Я убила на ленту 15 лет своей жизни и сделала ленту РУ главным новостным изданием в России. Как вы считаете, 15 лет жизни жалко? Конечно, жалко. 15 лет по 15 часов работать и сделать из онлайн новостного издания, издание номер один и уйти в одну минуту, конечно, жалко. Но с другой стороны, это очень интересный экзистенциальный опыт, это невероятный жизненный опыт. Мне кажется, что он в чем-то и вдохновительный опыт, потому что мне не 18 и даже не 35. И мы начали заново, и у нас получилось. Значит, это может получиться и у всех остальных. Пока получается, в вашем случае. И это невероятно интересно, это другая жизнь совсем. Никто нам не запрещал работать в России. Просто мы понимали в тот момент, что риски привлечь к себе внимание правоохранительных органов и всех проверяющих и надзорных органов очень высоки. И нам очень не хотелось тратить время жизни на борьбу с милицией, полицией, прокуратурой, Роскомнадзором, разными инстанциями, налоговой инспекцией. Просто потому что мы давно в этом бизнесе и понимаем, что если из-за одного твита, например, могут устроить 6 проверок, а из-за одного вопроса отключить телеканал от кабельных сетей, то нам просто не хотелось рисковать. Мы хотели делать свое дело и тратить время и силы, которых не очень уже было много к тому времени, не на борьбу с режимом, а, собственно, на свою работу. Что такое «Медуза»? «Медуза» — это русскоязычное латвийское издание, кроссплатформенное, которому сейчас два года, у которого 5 миллионов уникальных пользователей в месяц. И мы стараемся нашим читателям не только говорить о новостях, не только объяснять, что происходит, но и развлекать их. Мы делали тест, основанный на реальных реакциях российского МИДа на те или иные события. Ну, то есть читателю предлагалось угадать реакцию российского МИДа на те или иные события. Вот. Или, не знаю, в какой-то в день печати мы публиковали тесты и сделали тест, читатели должны были угадать разницу между сегодняшними газетами или онлайн-ресурсами и газетами доперестроечными Советского Союза. Они невероятно популярны. И, в общем, на самом деле вот эти игры основанные, и игры и тесты основаны на реальных новостных событиях, на реальной новостной повестке. Они, собственно, и привлекают молодых, потому что новости – это не скучно, новости – это круто. Больше 70% наших читателей моложе 35 лет. У нас одна из самых молодых аудиторий вообще среди российских МИДИА. Вот. А 50% из них моложе 25. Я знаю, что 70%, то есть 2 трети из них живут в России, часть из них живет на Украине, часть из них в Белоруссии, часть из них живет в Соединенных Штатах, Израиле и Германии, там, где большая русскоязычная диаспора. Ну и 200 тысяч живут в странах Балтии. Ну, платформа зарабатывает сама, правда, пока еще недостаточно зарабатывает, но, тем не менее, 2 трети бюджета мы рекламой покрываем. Я надеюсь, что к концу следующего года мы выйдем на самоокупаемость. В общем, подозрения в том, что российские хакеры причастны к взлому и почты Хиллари Клиентон и каких-то еще других историй, подозрения эти были уже в течение последнего года, так или иначе. Более того, мы даже сами расследовали несколько случаев про российские кибервойска. Историю публиковали. Публиковали историю о том, как российские государственные учреждения планируют и организовывают вредоносные атаки на крупные сайты соседних и не очень соседних стран. Все это, в общем, было известно. Другое дело, что это коснулось непосредственно выборов в Соединенных Штатах и оказало такое влияние. Мы, конечно, очень настойчиво ищем смыслов в происходящем. И это самое главное для нас. То есть мы можем не так быстро, хотя на самом деле стараемся, и, в общем, зачастую быстрее многих, не так, может быть, быстро сообщать новости, не в таком скоростном режиме работать, как мы работали раньше, например, в «Ленте.ру». Но каждая новость, каждая наша публикация должна быть максимально, предельно ясной и понятной. Продолжение следует...